Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я расскажу как с помощью одной простой программы можно бесплатно редактировать видео. Поехали. Программа называется Ace Movie. Переходим по ссылке в описании, жмем Free Trial. Дожидаемся окончания скачивания. Открываем файл, жмем Next. Выбираем место куда мы установим программу, жмем Next. Create Desktop. Шорткат это создать значок на рабочем столе. Вставляем тут галочку, жмем Далее и Install. Ирлк появится на рабочем столе, запускаем. Программа очень проста в использовании. Тоже человек, у которого нет опыта в монтаже видео, сможет сделать его без особых усилий. Слева у нас Import, справа Export. Import. Это значит, что мы будем добавлять какие-то видеофайлы, редактировать их. И Export это уже то, что будет на выходе. То есть полностью готовое отредактированное видео. Ну и добавлю три видео, которые когда-то попали на мою камеру. Нажимаем Import и добавляем их в программу. Далее переносим на Timeline. Выбрав определенное видео, вы можете его укорачивать с каждой из сторон. Также вы можете его обрезать. Для этого выбираете участок, решите сделать обрезку и нажимаете сюда, либо Ctrl-B. Вот, например, как-то так. Можно удалить какой-то ненужный фрагмент, нажав на кнопку Delete на клавиатуре. Для отмены действия используйте стандартный Ctrl-Z. После выделения определенного участка видео, справа появятся так называемые эффекты. То есть это прозрачность, поворот, увеличение, либо уменьшение. Для сброса вы можете нажать вот на эту кнопку. В разделе Audio можно редактировать звук. Уменьшать и увеличивать. В разделе Цвет можно изменять яркость и контрастность. Далее переходим уже к добавлению каких-то внешних эффектов. Для этого нажимаем вот сюда. Тут у нас есть всякие предметы типа шариков, звездочек, ну и так далее. Для того, чтобы добавить их в видео, вам всего лишь нужно перенести их на Timeline. Переходим к музыке. Здесь можно ее добавить на фон. В раздел Audio нажимаем сюда. И вот у нас так называемый Background Music. Все также переносим его на Timeline. И получится что-то вроде этого. Также есть отдельные звуковые эффекты. При нажатии на которые сможете их услышать. Например, какой-нибудь взрыв. Для того, чтобы его добавить, точно так же переносим элемент на Timeline. Далее переходим в раздел Текст. Добавляем его к видео. И справа можно его редактировать. Например, как-то так. Ну и конечно, вы можете изменять размер, шрифты, поворачивать элемент. В общем, все инструменты для редактирования. Есть еще и динамичный текст. Переходим в раздел Динамик. И получается что-то вроде этого. Для того, чтобы посмотреть эффект, все, что вам нужно, только на него нажать. Идем далее. Это фильтры. Например, добавление такого синеватого оттенка. Вот можете видеть до, после. Работает точно так же. Просто переносим его к видео. Есть еще так называемые аверлеи. Там уже происходит какое-то движение. Идем дальше. Это переходы. Выбираем какой-нибудь подходящий. И переносим его на место, где соединяются два видео. У нас получается примерно вот такой эффект. Затемнение. Есть еще дополнительные эффекты. Например, мозаика. Для того, чтобы заблюрить какой-то элемент видео. И многое другое. В общем, то, что я показал, для обычного монтажа достаточно. И сейчас с помощью обычных инструментов я пробую создать какое-то видео. Посмотрим, что из этого получится. Добавим немножко яркости и контраста. Второе видео немножко растянем, чтобы оно было на весь экран. Добавим переход. Для того, чтобы экспортировать файл, вам нужно нажать кнопку экспорт в правой части. Выбрать формат разрешения и качества. Здесь уже есть какие-то готовые настройки для устройств, с которых вы снимали видео. Например, iPhone 12, iPhone 11, ну и так далее. Также есть настройки для того, чтобы выкладывать видео на YouTube, Facebook, TikTok, ну и так далее. В этой части выбираем, куда мы сохраним файл. Я выберу, к примеру, рабочий стол. Нажимаю кнопку экспорт. Но единственный минус в бесплатной версии, то, что будет присутствовать в водяной знаке. Жмем продолжить. И дожидаемся окончания экспорта. Время зависит от характеристик вашего компьютера. После окончания экспорта, вы можете нажать кнопку Find Target. И он сразу вам откроет папку с видео. И вот так выглядит видео, в которое я добавил несколько эффектов. Единственное, чего не хватает, это музыкального сопровождения. Но его вы можете добавить самостоятельно. И чуть не забыл, в программе есть возможность записывать рабочий стол. Для этого нужно нажать кнопку Record. Откроется такое окно. Здесь выбираем разрешение, а именно область экрана, которая будет записываться. Я оставлю полный экран, то есть Full Screen. Здесь по умолчанию включена запись звука в систему. И вы можете добавить дорожку записи с вашего микрофона. По умолчанию, как вы можете видеть, он был выключен. Тут есть еще дополнительные настройки. Нажимаем на шестеренку. Здесь можно выбрать, куда будет сохраняться файл. И горячие клавиши. А также другие настройки, типа показывать ли курсор, подсвечивать его, ну и так далее. Чтобы включить остальные записи, нужно нажать Ctrl-Alt-F11. Я нажимаю кнопку Record. Все, запись пошла. Можно показывать какие-то действия. Чтобы остановить запись, нажимаем Ctrl-Alt-F11. После чего видео добавится автоматически на таймлайн. И вы сможете его редактировать, обрабатывать, в общем, все что угодно. Если вас заинтересовала программа, то вы можете подписаться на официальный канал Ace Movie, где загружено огромное количество инструкций, как добавить тот или иной эффект. Если интересно, то все ссылочки я оставлю в описании. В принципе, на этом все. Напишите в комментариях, удалось ли вам отредактировать видео. Если видео было полезным, обязательно поставьте лайк. В любом случае, подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.